В день памяти преподобного Симеона Столпника в московском храме, освященном именем этого святого, отмечали престольный праздник. По благословению Святейшего Патриарха, Божественная Литургия в храме Симеона Столпника за Яузой совершалась архиерейским чином. Этот день был знаменателен еще и тем, что в старину он считался началом Нового года. Сюжет Галины Ледвиной. По русскому обычаю в церкви Симеона Столпника за Яузой встречали хлебом с солью дорогого гостя, митрополита Истринского Арсения, первого викария, патриарха московского и всея Руси. В день празднования памяти покровителя храма владыка разделил с приходом радость престольного праздника. По преданию, церковь преподобного Симеона Столпника за Яузой была воздвигнута в честь исторического события – избрания первого царя всея Руси Бориса Годунова. Храм был знаменит своими архитектурными формами, грандиозными размерами, богатым убранством. В позднее время он пережил все этапы боговорческого разорения. В древнем храме митрополит Арсений возглавил божественную литургию. Симеон Столпник – христианский святой, сирийский основоположник новой формы аскезы – столпничества. Знаменит тем, что провел на столпе 37 лет в посте и молитве, а также другими беспримерными аскетическими подвигами, которые вдохновляли многих подвижников веры и благочестия. Храмы во имя преподобного Симеона, рассеянной по всей русской земле, свидетельствовали о глубоком почитании и всенародной любви ко святому. Боже на Симеонне, Боже Бога, Господь! По окончании божественной литургии митрополит Арсений сказал о том, что празднование Дней памяти христианских угодников возвращает к истории христианской церкви, которая всегда складывалась непросто. Вспоминая Симеона Столпника, владыка призвал молиться о сирийском народе, который сегодня терпит гонения и вынужден покидать свои земли. Владыка пожелал прихожанам храма быть внимательными и друг к другу. Хотелось бы пожелать, чтобы в вашей небольшой приходской общине был бы всегда мир, единомыслие, взаимопонимание и понимание тяготы друг друга. И если они случатся, то вы могли бы их облегчить, как говорится, друг другу тяготы носите и так исполните закон мой. И поэтому, если хотите жить по закону Христова, то помните о том, что каждый из нас должен понести некоторую тягость и облегчить житие и существование тех, которые идут с нами по дороге жизни. Литургия завершилась крестным ходом, по окончании которого настоятель храма поблагодарил владыку Арсения за совместную молитву и духовную радость в день престольного праздника. Владыка, в свою очередь, передал участникам соборной молитвы благословение святейшего патриарха. В честь церковного юбилея, тысячелетия со дня представления святого благоверного князя Владимира от имени первосвятителя, вручил ряду лиц, поддерживающих приход, награды в знак уважения и признания их трудов.